Не космическая орбитальная станция, но с собственной спускаемой капсулой. Наши камеры держи! Не корабль, но с капитаном на борту. Это постоянно такой вопрос задают. Экипаж не профессиональной спортсмены, но со звездами футбола на короткой ноге. Всё это нефтяная платформа Проразломная, рукотворный остров в арктических льдах. Эта действующая платформа пока единственная на российском арктическом шельфе. Установили её в Печорском море ещё 7 лет назад. Людей на этот металлический остров заставляют с берега вертолётами. В целях безопасности каждый обязан получить допуск. Это касается и вахтовиков, и даже нас, съёмочной группы. Для этого мы с оператором Алексеем Соколовым отправляемся в учебный центр в Москве. Здесь глубоко? Здесь на метр восемьдесят, а там поглубже. По легенде, из-за непогоды вертолёт приземлился на воду. Не случайно на время прилёта на морскую платформу каждый пассажир надевает гидрокостюм. Главное не замочить репутацию. Это точно. Бугой передёл. Переворот. Вертолёт на воде удерживают поплавки. При падении они надуваются автоматически. По тяжести винта кабина, как правило, переворачивается и уходит под воду. Здесь, в учебном центре, всё как в жизни. Наша задача на одном дыхании – отстегнуть ремни безопасности, выдавить стекло и через иллюминатор выбраться на поверхность воды. Как ощущения? Почувствия прекрасны. Готовы к дальнейшей работе. Кстати, следующую часть сюжета вы будете видеть уже глазами Алексея. Лёша, возьми уже камеру. Это уже не тренировочная база. Мы в реальных условиях на платформе. При разлом на этой тёжке море. 60 километров от берега. 7 месяцев в году эти воды покрыты льдом толщиной до 2 метров. От его натиска платформу защищает металлический корпус. Самая прочная подводная часть кессон сварен из устойчивой стали толщиной 4 сантиметра. Дополнительно между стенками залит бетон. Эта платформа не что иное, как металлический остров, который стоит на дне моря. Глубина его здесь небольшая. Всего-то 20 метров. Масса конструкции, а это 500 тысяч тонн, вполне хватает для того, чтобы устоять под сильным натиском льда. Течение тут достаточно большое. Кажется, что мы как будто бы плывём. На самом деле, мы неподвижны. От подмыва грунта течением сооружение по периметру защищает каменный насыпь весом 120 тысяч тонн. За состоянием платформы следят сразу по нескольким параметрам. Это и давление конструкции на дно, её наклон, ледовые нагрузки и, наконец, сейсмическая активность в регионе. Так что любое воздействие не останется незамеченным. А ещё в кессоне хранят добываемую здесь нефть. Я знаю, что у вас на платформе есть, ну, может быть, неожиданно для обывателя танки. Танки. Что за танки? Танки, да. Это, на самом деле, не те танки, которые ездят в поле. Это танки хранения нефти. Это ёмкости. Какой-то есть особенный принцип работы? Это называется мокрое хранение нефти. То есть, чем больше нефти, она выдавляет воду. Если мы нефть начинаем откачивать на танкер, мы её замещаем водой. Поэтому пустого пространства в танках нет, и это обеспечивает безопасность. Тем самым ёмкости постоянно наполнены или нефтью, или водой. Поэтому парам углеводородов попросту негде скапливаться, а значит, и риска детонации нет. Все 12 нефтехранилищ вмещают 124 тысячи кубов нефти. Это обеспечивает дополнительную массу конструкции, а значит, и её прочность. И сопротивляться приходится не только течению, но и ветрам. Сооружения верхней палубы способны выдерживать до 51 метра в секунду. Основные из них – вертолётная площадка, жилой блок, центральный пункт управления, комплекс отгрузки нефти и, наконец, сама буровая – сердце платформы. Она подвижна, по рельсам перемещается от одной скважины к другой. Длина их тут достигает 8 километров. Для максимального охвата нефтеносного слоя бурят только горизонтальные скважины. Но в компании «Газпромнефть» пошли ещё дальше. Здесь, на российском арктическом шельфе, введена в строй первая скважина, напоминающая рыбью кость. Её относят к высшему уровню сложности. От основного ствола в разных плоскостях идут ответвления. Их удалось пробурить за счёт высокопроизводительных забойных двигателей и управляемых роторов. С их помощью менять направление скважины можно под любым углом. За счёт давления открываются лопатки, которые направляют режущий инструмент. А на непосредственно руси у неё просто задаётся изначально угол. Ещё во время установки платформы в пределах её периметра были вбиты в дно на 100 метров 40 направляющих труб. Уже в них опускают скважины меньшим диаметром, предварительно укрепив грунт в верхних слоях земли. Такая технология делает добычу не только эффективной, но и безопасной. Фонтанный выброс нефти скважины исключён за счёт двойной системы защиты. Её обеспечивают подземный отсекатель и гидравлический клапан. Он находится под давлением. Если что-то и произошло, и давление в нём, именно в нагнетательной линии, которую он открывает, пропадает, то есть он просто автоматически закрывается. Даже без участия человека. Денис Литвинов и семьи нефтяников. На платформе уже много лет. Первая скважина на Преразломной – дело в том числе и его рук. А вот его напарник Ильдар офисный пиджак на робо-бурильщика сменил относительно недавно, три года назад. С ним и встретились на следующий день в помещении Устьев скважин. Это то место, где трубы уходят под воду, а затем и в морское дно. Говорит, сейчас пробурено уже 13 из планируемых 32 скважин. Причём по технологии добывают нефть только из восьми. У остальных совсем другое предназначение. Это шламовая скважина. В неё мы закачиваем шлам, получившийся в процессе строительства скважины. А вот я вижу там PH. PH – это продакшн. Так обозначаются нагнетательные скважины. С помощью них поддерживается необходимое давление в пласте. Давление поддерживают за счёт нагнетания в пласт отработанной жидкости. Воду используют при бурении для остужения длота. То есть нефтяная платформа работает по принципу нулевого сброса в окружающую среду. Это касается и производственных, и бытовых отходов. Информация о малейших отклонениях параметров стекается сюда, в центральный пункт управления. Интересуемся обстановкой. Сейчас параметры в норме? Да, сейчас в норме. В норме, да? Видим давление на приёме насоса, который скважин в скважину. Видим давление самой колонии. Скажите, если какие-то отклонения возникают, то какие действия сотрудников? В случае обнаружения, допустим, загазованности где-то, да, производится общий сбор персонала в зоне У-3. Здесь собирается штаб реагирования на чрезвычайную ситуацию. Да, в ЦПУ. Руководитель штаба – это начальник платформы. Если быть точным, начальника на платформе – два. Как и все, работают вахтой, меняют друг друга раз в месяц. Ранее с Радиком Музафаровым мы уже успели поговорить о хранилищах. На сей раз интересуюсь новой маркой добываемой нефти – Арко. Она довольно тяжёлая. Она имеет плотность 906 килограмм на тонну. Но и она хорошо идёт на подготовку, на глубокую переработку на заводах Северо-Западной Европы. Её уникальные продукты используются в строительном деле, в автодорожном, в шинном производстве, в парфюмерной и космической промышленности. К нефти мы ещё вернёмся. А пока обратите внимание, с начальником платформы беседуем не где-нибудь, а на крыше жилого модуля. Спускаемся вниз. Он рассчитан более чем на 200 человек. Руководитель службы капитана Роман Юдов уверяет, для отдыха после работы тут есть всё. И каюта на двоих, и столовая с ресторанной едой, и бильярдная комната. Кстати, и шашки, и шахматы тут тоже есть. А ещё спортивный зал, сауна с бассейном. Можно по желанию наполнить морской водой, но сейчас тут пресная, конечно же, а бывает и морская. И даже собственный кинотеатр на 100 мест. За новинками здесь следят одновременно со страной. Бывают премьеры, да, вот глубоководный горизонт сейчас тут показывается. У нас тоже свободное время, он как только вышел, его уже показали. А это уже не кадры кинофильма. Дело посерьёзнее. Жизнь. Исторические хроники футбольного матча сотрудников проразломной с «Зенитом» на специально построенном на платформе «Зелёном поле». Было немного неожиданно приехать на вахту, работать по своей непосредственно специальности, а тут на тебе и матч со суперзвёздами. А вот крановщица по имени Жанна наблюдала за тем матчем издалека. Так уж вышла, она всегда на высоте. И в работе, и в жизни. С виду хрупкая. Каждый день и в любую погоду преодолевает несколько десятков метров. Вверх по отвесной металлической холодной лестнице. По долгу службы смотрит на всех свысока. И с кабины крана. Говорит, за годы работы научилась понимать коллег даже без слов. Вытянутая рука под стрелой, поднять, опустить, поворот. Самая сложная задача всегда для любого крановщика – пересадка людей. Вот и мы решили довериться опыту Жанны. Палуба крану, кран готов к работе. Чтобы увидеть платформу издалека, нам предстоит переправиться на сопровождающее судно в специальной капсуле, привязанной к крану. Чем-то напоминает аттракцион. Буквально через несколько секунд взлетим в воздух. Поможете? Гагарин приземлился. Это судно сопровождение «Алиут» многофункциональное. Одна из задач – доставлять на платформу провизию и оборудование. А еще рубить лед для подхода танкера. Как раз по плану завтра отгрузка нефти, если погода не подведет. За все морские операции на платформе отвечает капитан Кораблев. Отгрузка нефти – основная из них. Первый этап – швартовка. Конец троса с платформы на танкер передают с помощью выстрела линимета. Танкер находится от платформы на расстоянии 60 метров и точно соблюдает свои координаты. Для надежности его фиксируют прочными тросами. И только после этого на его борт подадут этот вот оранжевый рукав. Как раз через него и будет поступать нефть. Если вы видели, как слон кормит слоненка, то есть примерно то же самое. Мы большой слон – 500 тысяч тонн, и танкер – 70 тысяч тонн. Шланг заходит в носовое отгрузочное устройство и фиксируется гидравлическими захватами. Для полного заполнения танкера понадобится 7-8 часов. Если погода испортится, отгрузку придется прервать. Безопасность превыше всего. На кадрах видно – вдоль танкера постоянно курсирует красный корабль «Алиут». Тот самый, на котором мы побывали накануне. С легкой руки – крановщицы Жаны. Согласно правилам, он сейчас мониторит обстановку вокруг. При каких-то нарушениях процесса, либо при смещении танкера больше заданной позиции, там плюс-минус 6 метров, срабатывает система аварийного остановок. Первую за 7 секунд останавливаются все насосы отгрузки и закрывается клапан-отсекатель. К тому же сопровождающие суда оборудованы специальной системой сбора нефти. Даже из-подо льда. Здесь регулярно проходят тренировки устранению разливов. За счет уникальных технологий добычи нефти на шельфе, ущерб экологии сведен к минимуму, в то время как производительность платформы – к максимуму. В середине 2017 года добыча нефти на месторождении составляла порядка 5 миллионов тонн. На сегодняшний день это уже более 6 миллионов. И в год получается сколько? Смотрите, мы сейчас развиваемся, мы бурим все больше и больше, добыча увеличивается. И к своему пиковому значению придем к 2020 году. И ежегодная добыча будет составить 5 миллионов тонн. В общей сложности предстоит добыть как минимум 70 миллионов тонн нефти и безо всякого ущерба для окружающей среды. Ведь здесь на приразломной репутации дрожат и обещают ее не замочить.